Люди, которые привыкли читать твиттер чаще, чем Ивана Николаевича Телстого, проскакивают текст целыми абзацами. И поэтому теряют смысл. Что с этим делать, я не знаю. Хорошо написанный текст перестает выигрывать у плохо написанного текста. Ну, вот, я не знаю, что делать. Еще раз говорю, я надеюсь, что это, наверное, как-то само, ну, как это, вот эта вот пыль, так сказать, каким-то образом, так сказать, как-то осядет и станет, возможно, снова рассказывать истории. Если сейчас в конкурентной борьбе среди журналистов побеждают люди, которые выкрикибывают банальности, то я надеюсь, что я еще жив буду, да, когда опять в конкурентной борьбе станут побеждать люди, которые хорошо рассказывают истории. Вот, опять же, господи, к чему это было? Воскресное приложение к английской газете, не помню, какое-то, например, «День Типендент» публикует каждые выходные истории о человеке, который занимается каким-то делом. Где это видно? Ну, там, молочник, вот он в Южном Сассексе, молочник, уже там 50 лет, он там снабжает молоком всех, вот как у него устроен этот бизнес, вот что он думает, там, так сказать, о политике, вот что он думает о семье, вот он что-то там дико интересное. На русском языке такую статью представить себе невозможно, нереально. В газете, ну, в журнале «Караван истории», при том, что все это ложь, можно, и это не молочник. Это, там, артирист какой-то известный, и, там, вот что-нибудь вот такое, спортсмен, но не металлург. А вот ты ж тут, ну, мне одному очень интересно узнать, чего думает водитель автобуса в городе Пенза. Там, я не знаю, так сказать, о политике, о Путине, о группе Пуссирает, о православной церкви. Вот он же что-то думает об этом. Это мне одному, вот, как-то хотелось бы узнать, что он думает. Сутья по тому, какое количество изданий отказалось от этой идеи, я говорю, слушайте, давайте я вот сделаю серию вот таких вот глубоких интервью с, ну, вот разными людьми, да. Ну, ведь они же, типа, приходят, опускают эти самые, пюллетени в эту самую, так сказать. Что они думают, что в голове делается? Как у них там вот все это складывается, да? Госдеп, не госдеп, поприватизация, чего они об этом думают? Не пытаться за них думать, да? Православные обидели. Причем, можно я с православным поговорю? И вообще, ну, так сказать, узнаем, да? Ну, так сказать, что ты у него как обиделся? На что обиделся? Почему обиделся? Что, что, как? Неинтересно. Никому. Вот про то, чего там православный активист Басых написал в твиттере, что там «Бог не прощает никому». Разошлось миллионами тиражами, да? Окей. Вот. Я бы даже с православным активистом Басых тоже поговорил бы, потому что, ну… Вот про то, что «Бог не прощает никому» можно поподробнее? Вот мне прямо интересно. Даже отсутствие логики – вполне забавная вещь. Как именно у человека логика отсутствует? В общем, это то, что я считаю как бы, ну, так сказать, основой нашей профессии, да? Там, не знаю, непосредственный интерес к людям. Хорошее рассказывание историй. Никому не надо. С чем вас и поздравляют. Давайте, может быть, вы что-нибудь спросите? Можно я первое спрошу? Потому что у нас такая заведена традиция на публичных лекциях по Литве. А почему? Ну, вот вы говорите, как-то справляются с этим, там, Америка и Англия. И совершенно не вам одному заведена эта странность российской, в общем-то, украинской журналистики. Вот наш общий знакомый Игорь Сенаренко приедет к нам читать лекцию о том, что «Блеска нищета журналистики» она будет называться. Он говорит, ну, вот мы старенькие, мы же никому не нужны так, как мы пишем. Это никому не интересно и никто не читает. А почему? Вот есть какая-то теория у вас? Сейчас скажу страшную вещь. Путин не виноват. Это некоторая культурная тенденция. Она, не понимаете, если знаешь почему, то уже практически знаешь, что делать. А если бы я знал, что делать, я бы уже это сделал. Я не понимаю. Я очень сильно, конечно, горешу на компьютер, интернет, социальные сети. На Западе? Хотя, понимаете как, вот, я думаю, что процесс этот и в России, и на Западе происходит примерно одинаково. То есть процесс распада, ну вот того, что мы называем там европейская культура, европейская парадигма, происходит примерно одинаково. Только, ну, представьте себе, что вот там, ну, вот началась инфляция, да, и деньги обесцениваются на 10% в день. И они, так сказать, у меня на 10% в день обесцениваются, и, так сказать, у Романа Аркадьевича Абрамовича тоже обесцениваются на 10% в день. И при том, что Роман Аркадьевич теряет каждый день больше, чем я сильно, но и остается у него больше. Вот тут, я думаю, приблизительно такая же история, да. Первый раз в Европу я попал, что там, в середине 80-х, и с тех пор, в общем, все время езжу. Надо сказать, она сильно испортилась. И дело не в том, чтобы появилось больше женщин в хиджабах. Это вот меня как раз абсолютно не беспокоит. Но дух бюрократии, скукоты какой-то ужасной, распада какого-то ужасного, он, конечно, в Европе нарастает. Понятно, что в Греции он нарастает быстрее, чем в Германии, но тренд примерно в одну сторону. У меня есть любимая история про очень выгодный итальянский бизнес. Значит, Евросоюз субсидирует выращивание традиционных сельскохозяйственных продуктов. В Европе есть один традиционный фрукт, этот фрукт груша. Все остальные фрукты в Европе были завезены. Внизный фрукт, который в Европе выращивались всегда. И вот если ты выращиваешь груши, то тебе Евросоюз дает денег. Главное только их не собирать. Потому что если ты потратишься на сбор, транспортировку, хранение, обработку, прогоришь, а вот если вот посадить их один раз и еще не трогать, то ты получаешь ежегодную субсидию Евросоюза. Мало этого. Если ты груши не трогаешь, то тебе же между рядами не нужны. По ним же больше не должен идти там какой-то комбайн, который там их общикивает или что-то там еще. Значит, свободные, да, эти самые земли. А Евросоюз всю экологически произведенную электроэнергию покупает по рыночным ценам в том месте, где она произведена. «Значит, берем солнечные батареи, ставим в между ряд их, выводим провод в конце поля и говорим, «Евросоюз, бери». Он говорит, «Ты как, у меня тут никакой линии электропередачи, это ваше собачье дело, ребята». «Я произвел электроэнергию сколько там киловатт, мегаватт, час. Вы обязаны меня ее купить, причем на моем поле». Они говорят, «Ну ладно, покупаем». «Провод, значит, заземляем, получаем за электроэнергию и за груши». «Прекрасно, по-моему». «Богоспасаемый остров Сицилия, не связанный с материком, никакой линии электропередач производит электроэнергии в пять раз больше, чем способен потребить». «Потому что там еще мафия есть». Знаете, да, там много. Так что вот эта вот побеждающая терапия, она, по-моему, происходит всюду. Только в Европе есть много чего разрушать, много общественных институтов, которые пока загниют, пока там разрушатся. Как это еще работает? А в России нечего разрушать. Хоба, и все разрушено. Я думаю, в этом, так сказать, мы это делаем. И все-таки продолжаю думать, что мы никак не можем освоиться с вот этими средствами связи, которые мы получили друг. Как мой 23-летний сын, закончивший химический факультет Московского государственного университета и не могущий отыскать работу в стране, где нет чего. «Химики не нужны? Алло, как это может быть?» Он мне ответил фантастическую вещь. Я говорю, послушай, ну как это что? Химик не может отыскать работу в России, где все, что есть, это нефть, а больше нет ничего. Он мне объяснял так про прекрасное. Он говорит, ну понимаешь, вот когда я… Я даже пытался там рассылать дизюме, там пару раз даже на какие-то собеседования ходил. Ну так это все ужасно. Ну почему ужасно? Он говорит, ну понимаешь, ну когда я прихожу на собеседование куда-нибудь, я кто? Я вот Вася, который окончил университет, а в интернете я эльфу 76-го уровня. Конечно, эльфу 76-го уровня, понимаете, очень трудно пойти и наняться куда-нибудь работать, так сказать, типа лаборантом. С моими-то двумя волшебными мечами, я вот прихожу, значит, в пропирочке лью, бред же какой-то. А там я огненного монстра победил, да? Так что я думаю, что… Я думаю, это общее… Какая-то общая история и… Ну это точно так же, как там людям… Тут трудно было как-то вот привыкнуть к тому, что у них есть автомобили, да? Уж бы там… Какие-то все время… То есть на… На один автомобиль в начале 20-го, так сказать, цикла века приходилось аварии там, не помню, но что-то там, по-моему, в сто раз, значит, цикла больше, чем приходится на один автомобиль сейчас. Ну, потому что люди как-то, ну… Ну, как-то они поняли, что, в общем, надо как-то ездить там не по любой стороне улицы, а все-таки там по одной, в ту сторону, по другой, выработались по правилам. Мы не выработали правила, на основании которых мы общаемся друг с другом в интернете. Да. Представляйтесь. Меня зовут Ирина, я не журналист, и я постараюсь… У меня мнение не только журналисты-паразиты. То есть паразиты – это и учителя, и врачи, и чиновники, и журналисты, и прочие. И паразиты они – все по одной мере. Поскольку, поскольку все, и журналисты, и вот остальные, которые я отвечаю за вами, играют за ними правильными. Я не буду шурналистами, мне кажется, что это всем понятно. То есть все злоупотребляют своим уважением, все их используют в той или иной мере. И таковой правил игры, поэтому считаю праздниками всех. У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, то, что вы не знаете ответа на вопрос, как можно изменить ситуацию, что вы писали интересные истории, и эти интересные истории вы печатали и читали – это понятно, это вопрос очень сложный. Но, может быть, вы знаете, ответ на вопрос очень примитивный. Как включить чувство ответственности и как включить, где находится вот кнопка, я не знаю, каждый верит в своего бога, да, у каждого своя вера, своя религия. Но совесть, она у всех присутствует, да? Где вот та кнопка совести, которую можно нажать, и ответственность можно написать, и у прочих. Спасибо. Ирина. Ирина. Значит, по поводу врачей и учителей… И прочих. Нет, прочих – это, понятно, паразиты, да. А вот по поводу врачей, кстати, довольно забавная история. Потому что вот эти самые врачи, которые работают в Москве, например, в новом вот этом, так сказать, онкогематологическом центре – это очень, очень забавные люди. Они ведут себя совершенно не так, как мы привыкли, что ведут себя врачи. Но я уж не говорю о том, что они не берут с пациентов денег. Я говорю о том, что они попридерживаются некоторого цивилизованного кодекса врачебного поведения, да? Ну, вот, например, что делает врач на постсоветском празднике? Ну, там, например, человек из Львова заболел чем-нибудь таким, что во Львове вылечит. Могут, его отправили там, не знаю, в Москву. В Москве, значит, чечек сделали, а имперацию и отправили его во Львов, в любой город, да, во Львов, в Киев, в Донецк, в Шаратов, в часток любой. Поверьте, я в тебе. Послали его с предписанием провести ему вот такую-то химиотерапию. Что делает врач здесь? Он говорит, москалей. Кто так лечит? Значит, кто такую химию назначил? Только москаль мог назначить такую химию. И лечит так, как он считает нужным. Ну, обычно это оканчивается осложнениями, там, так сказать, иногда смертью, вот. Что делает врач в немецком городе, в маленьком городке Галяухау, когда к нему привозят пациента из Берлина с предписанием провести вот такую-то химиотерапию? Он говорит, как такое-то? Нет. Я знаю, что иначе делается. Тогда он делает фантастическую вещь. Он звонит врачу в Берлину. Говорит, что вы имели в виду, коллега, когда назначили вот такую химию? Я вот знаю, что химия должна быть вот такая. И они это обсуждают. Совсем другое врачебное поведение. Вот. Ну, это к слову. То есть, в принципе, да, вот, мой тюорок, значит, доктор, который там заведует отделением трансплантологии, и, так сказать, уровень смертности у него в отделении в десять раз выше, чем в целом, по, начаться, знаете ли. Во всех остальных отделениях трансплантологии в России, потому что он очень хороший доктор, берется за те случаи, которых все остальные просто прорабляют домой. Поэтому официальные показатели смертности у него в десять раз выше. Ну, и так далее. Так вот он зарабатывает со всеми, там, дежурцами на… Бабками и так далее. Сорок тысяч рублей, что… Тысяча евро. Что для Львова, может быть, и неплохо, а в Москве это смерть. Значит, ему сорок, его старший брат тоже, врач-профессор, сказал мне, как-то, что я довольно рано перестал сидеть на шее у родителей лет сорок пять. Ну, ладно. Значит, так вот, до тридцати семи лет этот мой друг сидел на шее у папы, у которого какой-то там начался типа того, что ты как бизнес, да? А потом стал сидеть на шее у жены, у которой, так сказать, тебе тоже бизнес. Вот. И папа, и жена говорят ему, ты же хочешь быть врачом, да? А он действительно фантастический, очень хороший. Вот. Хочешь быть врачом – будь врачом. Не надо денег, не надо денег заработать. Так сказать, типа, денег любая собака заработать может. А вот врачом много учиться надо. Вот. Что же касается кнопки совести, я не знаю, где она. Кнопки какой? Ответственность. Кнопки ответственность. Не знаю, где она. Знаем, где находится кнопка со стородами. Если вы вот, ну, прежде чем идти на эту, так сказать, начаться по интеллекту, начаться по интеллекту, как бы лекцию, влезли там в Google, да, и видели мои статьи для российского фонда «Помощи» в газете «Коммерсанты», то я знаю, на каком абзаце, там стали плакать. Я знаю, как я это сделал. Могу... Ну, примерно пять таких полноценных академических пар. Ну, понятно, что там, ну, Евгений Онегин… не мог он ямбу от холея, как мы и не бились отличить. То есть люди, не пишущие, не гуманитарного склада, наверное, не могут быть, так сказать, обучены. А люди гуманитарного склада могут быть обучены. Не писать в тексте, как мама ребенка плачет, или сам ребенок плачет, или я, что ли, плачу, не помогает. Я не плачу, вы плачете. Всегда я знаю, в каком месте, я знаю, как я это сделал. Это не вопрос, что случилось с этим… с ребенком, да? То есть нужно ли после ожога ребенку иссечь лупцы, что, в общем, не смертельное дело, да? Просто почему-то Россия, как государство, так сказать, иссечение после ожоговых рубцов считает пластической операцией. Можно сделать, так сказать, сиськи, а начаться, как бы, можно вот иссечь после ожоговые рубцы. А я не считаю иссечение после ожоговых рубцов пластической операций, потому что это больно, это очень неудобно. Я уж не говорю о том, что они как красиво и травмируют, так сказать, ребенка, но это же не сравнить с, там, я не знаю, тяжелым прогрессирующим пороком сердца. Ничего, собираю деньги, как миленькие, и на порок сердца, и на иссечение после ожоговых рубцов, разницы нет. И в заданной точке текста люди плачут не потому, что это порок сердца или иссечение после ожоговых рубцов. рубцов, они плачут от, ну, от того, что к этому их приводит компози… текст к этому их приводит композиционно, даже не в словах тела. А вот если вот там вот у вас есть, вот, получается, как бы шеф, зовите, пожалуйста, научу. Здравствуйте, я Настя, я все-таки журналист, вот. Я я хочу сказать, что мне с этого пор очень нравится ваша история. Особенно студент-националист, а я бы посоветовал почитать статью про, точнее, статью, да, про «Большой Athos», вот. Это была клёвая статья. Я очень смеялась. У меня такой вопрос. После спектакля «Сказанная перспектива» на Саберже и Шупан Хамановой вы написали статью, в которой выразили такую точку зрения, что... Точнее, не точку зрения, а вы говорили об измене профессии. И я знаю, что у вас есть истории, касающиеся оранжевой революции, когда вы бросали ручку в блокнот... Ручку в блокнот? Ручку в блокнот. Нет, ну не в блокнот. Ручку в блокнот. Да. И помогали другим людям. Я знаю, что у вас есть такие истории, и я хочу... Есть. Во-первых, хочу сказать, что оранжевая революция связан один из самых гениальных текстов, написанных мною. Вот когда я написал этот текст, я понял, что я все-таки гений. Приходит мне смс-ка от знакомого. Ты где? И я тут вот прям вдохновение на меня снять не расшло. Я ему отвечаю, на Майдане слева от сцены узнаешь меня по оранжевому шарфу. По-моему, это была прекрасная история. Нет, есть еще одна. Сейчас вы уже видите, что я отвлекся от ваших вопросов. Потому что есть еще один прекрасный написанный мною текст, но раз уж сам себя-то не похвалишь. У меня был служебный компьютер, который плохо работал. Я пришел к тогдашнему главному редактору газеты «Коммерсант» Андрею Васильеву и говорю, «Вася, ты дашь мне новый служебный компьютер или мне пойти и купить себе новый?» Потому что на этом работать очень плохо. Он сказал, «Старик, нет, ты чего? Ну, конечно, это же твой инструмент». И я уехал в Калгари на саммит «Большой восьмерке» писать в течение недели каждый день полосные репортажи о выступлениях антиглобалистов. Такая была цель. В первый же день компьютер мой сломался окончательно. Понимаете, что отыскать в Калгари русифицированный компьютер – это несколько нелегко. Пришлось писать статьи от Рудуки и диктовать в Москву по телефону. А главный редактор Андрей Васильев тем временем сломал руку. Причем правую руку. И подписывал документы все, значит, как вот так. Так, вернувшись из Калгари, я написал служебную записку. Главный редактор газет «Коммерсант» от специального… Васильев А.В., от специального корреспондента Панчкина В.В. Служебная записка. Прошу наложить на эту служебную записку резолюцию как минимум из 20 слов, чтобы ты, сука, понял, каково за ики каждый день диктовать заметки по 250 строк. Это тоже, по-моему, характеризует меня как литературно одаренного человека. Что касается вот этой истории, про которую вы говорите, да, когда ты на каком-то этапе не можешь просто смотреть, быть просто наблюдателем. Ты на каком-то этапе вмешиваешься. А… Ну… Может, где-то там эта кнопка ответственности есть? Это нет. Нет. Я думаю, что это примерно как с сексом. Вот в юности ты только смотришь на это, а потом думаешь, может, попробовать как с сексом. Чего они там… Чего они… Может, это интересно? С сексом попроще, а некоторые же сопереживать не начинают. Ну… Знаете, у некоторых с сексом тоже… Ну, реже. Реже, да. Хотя… Мало ли что… Мало ли что люди рассказывают. Здесь есть две вещи. Во-первых, происходит так называемый кризис среднего, так сказать, возраста. Это такое время, когда ты позволяешь себе, ну, что-то уже думать о мире, да? И если человек тебе врет в лицо, то ты, в общем, будучи уже сорокалетним мужиком, скажешь, слушай, ладно, врать-то. Даже если это там, не знаю, там… Янукович, Путин, там, кто угодно, да? Я не знаю, что это такое. Тебя… Ну, не знаю… Все в профессии, чего можно было сделать, уже сделано. Так как мне звонила главный редактор газеты «Коммерсант» в уикенд и говорил… Валер, я понимаю, что вы точно такой же текст писали уже в прошлом году. И я не понимаю, почему я не могу опубликовать его еще раз. Ну, почему-то я не могу. Ну, пишите мне, пожалуйста, опять эссе про 8 марта. Но есть ощущение, что что бы ты ни делал, ты уже это делал. Там… Статью о том, как… Я не знаю, что там… Как люди спасались от наводнения, и кого-то там унесло, а спасателей не было, а оповещения не было… Я уже писал. Причем это как раз 5. И там, ну, было примерно все одно и то же, да? Только в одном случае там, так сказать, мальчик вот тонул, а в другом девочка. И когда ты приезжаешь в шестой раз, там все то же самое. И ты понимаешь, что ты уже писал об этом. И, может быть, как-то это повлияло, да, наверное. Сейчас я вам даже объясню как. Но текстов про то, как полицейские бьют демонстрантов, я… Писал 100 тысяч, да? Попытаться спасти девушку, которую затаптывает демонстрация, да? Я не пытался никогда. И тут ты думаешь, да, мать твою! Бросаешь блокнот, залезаешь, и ты, наскольку, сейчас, так сказать, начнется девушку, и испытываешь чувство, да? Вот что-то такое. Это не профессиональная история, это какая-то возрастная. А что касается того, как журналистика может повлиять на мир, так вот я вам расскажу. Когда я начинал писать про детей больных раком крови, значит, выздоравливало семь процентов, 93 процента умирают. Сейчас выздоравливает семьдесят пять. Я считаю, что неплохой результат. Конечно, это не то, что я один это делал, да, этого… Ну, просто когда вы думаете о влиянии, да, не следует думать, что может повлиять один текст в том-то всякой штуке. Повлиять могут десять тысяч текстов. И когда ты оставляешь блокнот и лезешь, собственно, сам в это вот, в это что-то, это, в общем, род пенсии. Ты говоришь, нет, я… Вот эту вот, вот эту вот отчаянную работу, когда ты пишешь, пишешь, они дураки все равно. Надо много и надо вот… И ты просто… просто… Ты даешь от попыток сдвинуть все общество. И тебе хочется очень простого результата, да, такого вот как бы ясного. Вот я сейчас… Я не могу помочь всем детям, да, давайте я вот выращу своих четырех, да, и как-то… Это старость. Извините, как старость? Нет, не как старость. Тем не менее, вы сказали очень много слов, но на мой вопрос конкретно вы не ответили. Вы не рассказали конкретно историю, я хотела бы ее услышать. Вы говорили, что она есть. История во время оранжевой революции, когда вы именно бросали блокнот, то вы лучше прибежали кому-то помогать? А, история… Нет, ну, послушайте. Во время оранжевой революции… Есть еще одна байка прекрасная про оранжевую революцию. Ох… Ну, чтобы… Ну, чтобы… Нет, я не то, что… Нет, я… Смотрите, что я сделал. Я написал в газете «Ветеру» отчетливо про оранжевую… Колонку. Ну, это была авторская… Колонка. И, собственно, там была смешная история, когда я ее написал, да, ну это же интернет-издание, да? Значит, я ее написал, отослал, они ее немедленно поставили. Ну, я там оделся, вышел из отеля и пошел на Майдан. А ее уже читали люди, взобравшись на нас с толпы. Значит, вот… Вот что там… Москва за нас! Ну, смешно, потому что… Ребята, я ее только что отправил. Алло. А… Если это… Что это значит… Типа того, что это значит… Начаться как бы действием, то тогда да. Тогда… Ммм… Так, чтобы я участвовал в каких-то… Не… Ну… То есть нет… Понятно, что я значительно больше тусовался с… Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю и симпатизирует автор, и если это вы называете «бросил блокнот», то да. Хотя я искренне думаю, что совсем объективной журналистики быть не может. Вот, например, в Великобритании это вполне осознанная вещь, и во Франции тоже. Ты понимаешь, что «Либерасион» – это газета «Ливанская», ну такая, социалистическая. А «Фигаро» – это газета «Консерватив». Они старают, то есть это не значит, что их можно брать, если они сам борут, то это ужасный скандал. Но та точка зрения, с которой смотрит одно и то же репортер «Фигаро» и репортер «Либерасион» – это разная все-таки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова